Это вообще сложный вопрос. Мне кажется, пока толком вообще никто ничего не понимает. Во мне вообще текут, плюс ко всему, украинские крови, но я думаю, наверное, как у многих, все перемешано. Кто виноват? Да не знаю, кто виноват. Что будет? Ну, мне кажется, будет пока все сложно. И процесс достаточно серьезный, и люди там настроены, ну, если мы говорим про Украину, да, не юго-восток Украины, а про Украину, они достаточно серьезно настроены против нас. Вот, пропаганда там работает сильная, и, в общем, мои хорошие знакомые, приятели, которые там остались, они перестали со мной общаться. Так вот получилось, что я лично оказался виноват в том, что я у них отнял Крым. Я им пытаюсь объяснить, что вообще Крым у вас никто не отнимал, вы его сами отдали. Нужно было ехать туда и разговаривать с людьми. Вы не поехали, не стали разговаривать, и поэтому случилось так, как случилось. То, что там сейчас происходит, это страшно. Жалко людей, жалко детей, бомбежки, разрушенные дома. Я не знаю, правда, что будет и что делать, как соединить, как это склеить, но мне кажется, все равно, первые шаги должны, должен делать Киев. С моей точки зрения, да, я не знаю, я не политик, я дилетант в этом смысле. Это мое человеческое мнение, что Киев просто заигрался своей самостийностью, своей историей, которую они придумывают. Мне кажется, надо все-таки подумать и понять, кто они, кто мы для них, кто они для нас, что они хотят. И тогда, мне кажется, люди сядут, трудно, но будут разговаривать. И к чему-то придут. Но опять Россия, Украина, мне вообще трудно понять. Мне кажется, это единый народ. Вот единый народ. И то, что сейчас свершилось, это трагедия для нас и для них. Ну, а будущее Украины как государства, оно останется целостной, разделится. То есть разные же версии есть, да? Версии разные, да. Потому что сейчас происходит, опять, это моя точка зрения, да. Вряд ли они сохранятся, к сожалению. Вряд ли. Потому что, ну, что они должны сказать Юго-Востоку, чтобы он согласился с ними жить? Что Юго-Восток должен сказать Украине, чтобы те как-то стали с ними разговаривать? Поэтому все очень сложно, все так перемешалось. И Украина опять, насколько я понимаю, она, в общем, слеплена во многом. Поэтому как это сохранить? Вот для этого, мне кажется, нужно остудить голову. Просто остудить голову и понять, что они хотят. Вот они сами что хотят. Потому что сейчас это какая-то странная идея, да, там, Европа. Ну и что Европа-то? А вы? А вы сами кто? Ну что, предаток Европы хотите вы? Или для вас там визы это... Это все? Вот вам дали визы и... Замечательно. А сколько погублено людей? Сколько разбомблено домов? Сколько коллег? Они не возвращаются никого. Не знаю. Мне кажется, что поначалу люди должны просто остыть. Остыть и начать говорить. Потому что без разговора все равно ничего не получится. Валерий Казахара.